Дорогие друзья, до конца октября правительство рассмотрит законопроект Минздрава, который предусматривает запрет курения в общественных местах. Скажу прямо, это документ чувствительный для каждого россиянина. Некурящие люди с нетерпением просто ждут его принятия. А часть курильщиков называет это посягательством на свое право распоряжаться здоровьем, по своему собственному усмотрению. Но я убежден, что этот законопроект отвечает интересам жителей нашей страны. Правительство России приняло антитабачную концепцию. И сейчас мы начинаем ее реализацию. Не секрет, сегодня Россия самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никотина. Подумайте, это треть страны, включая детей. И еще мы второй по объему в мире после Китая. Китай. Где и где мы? Рынок табака. И этот рынок делится между четырьмя крупными иностранными компаниями. Каждая из которых пришла в Россию в начале 90-х годов. К сожалению, тогда, в 90-е годы, государство не посчитало рисков иностранных табачных инвестиций в российскую экономику. Вложив деньги в рекламу, в дизайн, в производство легких, так называемых, женских сигарет, табачные компаниями удвоили продажи. Прежде всего за счет женщин и, к сожалению, детей. С 92-го года по 10-й год число курящих женщин выросло в три раза. С 7% до 22 по статистике. Курить больше стали не только молодежь, но и женщины старших возрастов. В мегаполисах сегодня курит около трети женщин, чего никогда не было. А возраст при общении к курению, начиная с 93-го года, снизился с 15-ти лет до 11-ти. Сейчас две трети российских подростков от 13-ти до 16-ти лет имеют опыт курения. А треть просто курит регулярно. Среди женщин в возрасте от 40-ка до 50-ти лет число курящих выросло в значительное число раз. Ежегодно в России пробуют курить 400 тысяч школьников от 10-ти до 13-ти лет. И практически треть становится постоянными курильщиками. Таким образом, мы неуклонно шли к мировому лидерству по числу курильщиков. И, к сожалению, добились этого результата. Получили этот статус. Страшная цифра теперь. Почти 400 тысяч. Столько россиян мы теряем в год из-за курения. Примерно столько же, сколько живет, например, в Твери. Получается, ежегодно целый крупный город исчезает с карты страны из-за табака. Причем это мучительная и долгая смерть от рака, эмфиземы. Или внезапная, кстати. От инфаркта или инсульта. Подавляющее большинство, около 90% российских курильщиков начинает регулярно курить до 20 лет. Наши дети привыкают к дыму еще младенцами. И пробуют первую сигарету в младших классах. Поэтому совершенно невозможно говорить о курении, как о свободном выборе взрослого человека. Мы должны остановить постоянный рост числа юных курильщиков. Позволять и дальше табачным компаниям наживаться на здоровье наших детей, делать из них пожизненных потребителей табака, просто нельзя, это аморально. Иначе страшно представить, какую цену мы заплатим за все это через 10-20 лет. Дети в целом не должны дышать табачным дымом. И видеть курение, как что-то нормальное, обыденное на детской площадке, в школе, в университете, в поликлинике, в кафе. Подготовлен законопроект. Он предусматривает полный запрет курения в этих местах. Рестораны, кафе, бары будут вводить его поэтапно. Так, как это, кстати, сделали в других странах мира. Финальная точка. 1 января 2015 года. Документ также обязывает сделать свободными от курения все здания. Где расположены органы государственной власти. И существенно сокращает количество точек продаж. Запрещает открытую рекламу табака в магазинах. Чтобы убрать этот товар от детских глаз. Но нужно не только запретить курение в общественных местах и продажу сигарет на каждом углу. Но и полностью запретить рекламу табака. А также повысить налоги на производителей сигарет. До весомого уровня. Кстати, повышение акцизов на сигареты позволит получить дополнительные деньги. И увеличить вложения в бюджет здравоохранения. В программы помощи для того, чтобы отказаться от курения всем желающим. В социальную рекламу здорового образа жизни. При обсуждении этих мер много говорят о дискриминации курильщиков. Но сегодня почти 60% взрослых и все дети, в том числе новорожденные, подвергаются дискриминации со стороны самих курильщиков. Они вынуждены вдыхать ядовитый дым сигарет. Хотя они не выбирали быть курильщиками. Они не делали такого заявления. Примерно треть россиян вынуждена дышать табачным дымом на работе. Например, для официантов кафе и ресторанов это чуть ли не служебная обязанность. Вот этот законопроект направлен на защиту всех этих людей и других людей. И позволяет желающим курить там, где дым не навредит здоровью других. На улице. Конечно, вот эта антитабачная инициатива, это лишь начало большого пути. И еще я хотел бы подчеркнуть одну простую вещь. Ни правительство, ни государство не воюет с курильщиками. Но мы выступаем против курения. Если говорить прямо, более 80% наших граждан, в том числе 2 трети регулярных курильщиков, поддерживает борьбу с курением. Давайте вместе освободим нашу страну от табачной зависимости.